Приветствую вас, друзья! Сегодня мы будем говорить о слугах народа, опять потому что они есть власть. Но вначале я хочу осветить тот вопрос, который набрал наибольшее количество лайков. В общем-то президент думает до сих пор, что он чем-то управляет. А на самом деле управляемость страны сейчас полностью в руках транснациональных компаний, которые, в общем-то, подсадили сюда лоббистов нам правительство, и президент полностью отдал правительство в руки как раз транснационалам. Неужели вы, Геннадий Викторович, считаете Коломойского транснационалом? Нет, дорогие мои. Если вы смотрите мои видео Коломойского, Ахметова, Пинчука и всех олигархов, транснационалами я не считаю. Более того, мы сейчас готовим, вот здесь будет висеть доска, на которой мы вам четко разъясним, кто к кому относится. И в данной ситуации Коломойский относится к нашим отечественным домороченным олигархам. И эти олигархи не заинтересованы в приходе транснациональных корпораций. Почему? Потому что они хотят сами выдаивать это государство, хотят сами грабить население, хотят сами зарабатывать на налоги на добавленные стоимости. Именно по этой причине они проводят своих депутатов в парламент, именно по этой причине они пытаются влиять на Зеленского. Именно по этой причине, кстати, Зеленский президент и вот эта вся комариля собралась, которая называет себя, так сказать, слугами народа. Но на самом деле сейчас у власти уже по факту находятся транснационалы. А это совершенно другие люди, это люди, которые, так сказать, поднялись на грантах. Это лоббисты транснациональной корпорации. И сегодня и премьер-министры, и его замы, и практически весь состав правительства, кроме представителей олигархата, таких как Аваков, являются транснационалами. Поэтому ответ на этот вопрос очевиден. Коломойский не является транснационалом. Коломойский является нашим местным угрюмым отсталым олигархом. Продолжайте писать вопросы, и который наберет наибольшее количество лайков, я буду его более широко освещать, чтобы у нас было больше понимания и больше взаимодействия. Ну и, конечно же, про слух народа, и вообще даже не про слух народа, а про депутатов, которых избрало наше население. Вы знаете, что население у нас мудрое, народ у нас мудрый, вот он выбирает депутатов. Ну, первый, это, конечно, Перл, это Кива, который прошел, так сказать, от оппозиционного блока зажиття. Человек, который не только чешет яйца в парламенте, но и потом демонически чешет яйца уже во всех остальных интервью. Перл в Раде, по правилам. И вот мы по большому счету смотрим. Очередной Перл от Кивы, который он снимает где-то на улице, ну, я понял, где это. Это в достаточно людном месте возле Хрещатика, и он там идет и чешет яйца. И это освещает. Я так понял, что это у него теперь фишечка. У нас есть политики, которые отличаются исключительно одним. Умом и сообразительностью. Ребят, посмотрел только Шебигаса про незаконный дом Ткаченко на Трухановом острове, и что я хочу сказать. Ткаченко принципиальный, чистый, порядочный будущий мэр Киева. А его девиз каждому пиздуну, каждому негодяю и аферисту по незаконному строению на Труханове. Но где-то это так. И эти люди меня осуждали за то, что я хер в Раде, по правилам. Я прошу прощения. Сука, зарплаты в конверты. Шлюх покупают, пидорам звонят. Что они там? Коррупцию устроили, должности продают. Страной нашей свои дырявые жопы потерли. И делают вид, бляди, что ничего не происходит, и как будто это нам так все и нужно. А что, я не знаю, чтобы комментировать. Это бред. Не могу без связиный бред комментировать. Давайте відносно Киеви, или нет? Я был один из тех, кто рекомендувал нашу партию включить ее в список партийного. Тем более, что он уже был членом партии. Он выступал в позиции, которые были очень ценны для идеологии нашей партии. Кер в Раде, по правилам. Один говорит бред про невесть, что и пидоров, в том числе и чешущих яйца, и демонстративно на ваших глазах чешущих яйца. А другой изъясняется исключительно молчанием. То есть он понял. Молчишь, за умного сойдешь. Это впрямую идет. И поэтому он начал разговаривать знаками. В общем-то, прикидываясь глухонемым. Из-за этого вопроса, вы не подтвердите, вы не стрессовали, вы уникаете бить. А вам президент звонил после того, как опубликовали эту переписку? Вас вызвали в НАБУ? Вас вызвали в НАБУ после переписки? Вам забрали это озвучивание? Вам забрали говорить национальными журналистами на тему переписки? Ну и, конечно же, прошел съезд «Слух народа», где мы увидели... Мы с Колей ходим на допросы по одному делу, потому что наша партия честная, и мы всегда готовы честно ответить на все вопросы, касающиеся нашей партии. Саша, дорогой, кто на что учился, ты же знаешь. Мне все больше и больше Дубинский напоминает и такого матроса. Если его перенести во времени, то это чистый матрос-железняк, который появился, наверное, после 1917 года и ходил, раскулачивал всех подряд. Ну вот у нас в современном мире его прототип появился. Это депутат Дубинский. Он даже начал уже одеваться так, как матрос-железняк, бушлатик и тельняшка. В общем-то, такой вот матрос-резиншнауцер, можно сказать. И вот он, этот матрос-резиншнауцер, я имею в виду бородатая собака, обнимается с кем? С Колей. Саша все расскажет. Да, это очень просто. Он настоящий, профессиональный. К сожалению, Коля меня расстраивает. Он нравился мне как ресторатор. Он мне нравился как человек, который ведет такой свободный образ жизни звезды, ни на что не обращает внимания, идет своей дорогой. Но вот когда он стал депутатом, это все плохо выглядит. И причина, я Коле скажу, Коля бесцветен. Коля ни о чем. Коля говорит обо всем подряд и ни о чем. В результате, пытаясь вмешаться в какие-то процессы интересные, он впутывается скорее и вляпывается в эти политические процессы. Поэтому Коля меня разочаровывает. Ну и, конечно же, он своим языком достает в том числе таких вот матросов-резиншнауцеров, как Дубинский, который на него тоже пишет кляузу, на себя пишет кляузу. Потому что Дубинскому самое главное пиариться. Потому что на сегодняшний день Дубинский является ярким представителем группы Коломойского в парламенте. Вот того самого, о котором мы говорили в начале, который не является транснационалом. Он является местным олигархатом. И служат ему вот такие, как матросы-резиншнауцеры, как Дубинский. И, конечно же, такие же олигархи сидят в Колиных ресторанах. И поэтому они обнимаются на форуме или на съезде «Слуги народа». Кстати, они туда вступили, в эту партию «Великую слуга народа». Вступили, и теперь они полноправные «Слуги народа». Вот они, ваши слуги. Вот матросы-резиншнауцеры Дубинские. И рядом с ними Коля-ресторатор, в вестране которого, возможно, они выпьют почарки, пошумят, покричат, почешут яйца, вызовут проституток, девочек. В общем, все, как вели себя эти самые матросы-железняки после революции. В Кожанках будут мутить нам. Ну и, конечно же, я не могу не осветить то, что эта партия «Слуги народа», их руководство сказало, что они больше не либертарианцы. Что теперь они будут либертарианство каким-то образом скрещивать с социалистическими идеями. Ну, это я, конечно, был поражен, когда это услышал от их руководителей. Но это говорит только о том, что эти люди не собираются для вас еще делать. Эти люди слушают о том, что вы говорите на кухне, что вы говорите и о чем думаете. То есть то, что вас закачал телевизор, в том числе телевизор, который принадлежит Пинчуку, Коломойскому и Ахметову. И вот этот телевизор они стараются повторить в своих речах. А так как там сплошные социалистические идеи, а никакие не либертарианские, там скорее национал-демократы какого-то странного сплетения для того, чтобы обдирать собственный народ. Вот мы, в общем-то, и видим слугу народа того же калибра. В общем-то, как говорил классик, куда слугу не целую, везде будет жопа. Ну и самый главный вопрос, кто слуг пустил за стол, кто воздух здесь испортил. Вот они и портят воздух моей родной стране. Поэтому думайте, когда в следующий раз будете выбирать депутатов, выбирать рестораторов, чешущих яйца и матросов-железняков, или действительно в конце концов зарядитесь идеологией, правильной идеологией освободить себя от налогов и стать лучшей страной в мире. Потому что у нас есть третий вариант быть не олигархической страной и не транснациональной страной, а страной для граждан Украины. То есть самым низким налогообложением в мире, самой свободной страной и самыми богатыми гражданами. Моя мечта, чтобы вы были самыми богатыми в мире. Зарабатывайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова